Всем доброго времени суток, мои дорогие телерадио и видеослушатели. Снова с вами я, Игорь Шаститко. И сегодня я продолжаю серию видео, посвященных тому, как подготовиться к сертификационному экзамену Microsoft по Ажуру, Azure Fundamentals Z900. И следующая серия – это то, что называется «Базовые сервисы Azure». Мы говорим уже такой длительный модуль, большой получился по базовым сервисам, и эта часть посвящена Azure Storage, хранилищам Azure, что такое диски, что такое файлы, что такое блобы, очереди, таблицы и прочее, прочее, прочее. Также поговорим про их типы, производительности, уровни хранения и тому подобное, про все то, о чем могут спросить вас на экзамене. Напомню, что экзамен не очень технический, но при этом там достаточно много всякого разного с той точки зрения, что вы должны как бы это знать, если вы щупали руками. А типа, если вы не щупали руками, то вы этого, скорее всего, не знаете. Поэтому смотрите внимательно, я постараюсь обратить внимание именно на важные части. Часть у нас, кстати, уже 11-я, 11-я, так что я думаю, вы все довольны, кто подписался. Спасибо, что поддерживаете, спасибо, что смотрите, спасибо тем, кто перешаривает видео в разных соцсетях, ставит просто лайки и тому подобное. Кто не знает, это немного обо мне. Меня зовут Игорь Шаститко, я уже говорил, работаю я сейчас в Арабских Эмиратах, в крупной компании, которая называется Эти Салат, да, и занимаюсь тем, что руковожу отделом по поддержке Azure в компании для клиентов. Собственно говоря, здесь вы можете найти мои контакты. Я надеюсь, что смотрите видео у меня на ютубовском канале, вы его знаете и уже подписались. Ну и плюс, если вы хотите пообщаться по техническим вопросам и просто получать какие-либо технические новости, пожалуйста, сюда, здесь у меня, если там в LinkedIn, в LinkedIn и в Facebook, в Instagram, в Twitter, все подряд, то здесь в LinkedIn вы найдете только техническую информацию, ну а в других соцсетях по имени я ни от кого не прячусь, так что найдете. И плюс напомню, что тут недавно было много вопросов, посвященных IT-карьере, стоит ли заниматься администрированием и тому подобное. Я записал видео, которое называется «Все пропало и стоит ли учиться на сисадмина». И все равно даже это видео породило еще одну массу вопросов. Особенно любят сейчас сравнивать сисадмина с девопсом. Ну как бы вещи абсолютно, скажем так, не то что несравнимые, а разной величины. Сисадмин это куда больше, чем просто девопс. И про это, я думаю, запишу еще одно отдельное видео, чтобы уже расставить все точки над «и». любят, да. В любом случае, напомню, что внизу в описании к видео в всплывающих аннотациях вот здесь будут появляться такие выезжающие полосочки. И в конце видео, в самом конце видео, будут другие ссылки на те или иные видео по теме и IT-карьеры, и экзаменов, и технические видео, и тому подобное. Планирую также записать видео. Все спрашивают про Azure Arc. Ну там, правда, нечего записывать, но придется записать в любом случае. И переходим опять же к базовым сервисам. Напомню, что темы вопроса в базовых сервисах разнообразны. Это и управление, про это было видео, и что такое ресурсные группы, и как их использовать для развертывания, про это тоже было видео. Плюс я еще там ссылаюсь на два более ранних своих технических видео про регионы, дата-центры, availability-зоны, архитектуру высокого доступности внутри Azure. Это тоже отдельное видео. Все это, опять же, есть внизу или в самом плейлисте. Ну вот, линк на плейлист является, скажем так, универсальным. Потом мы говорили про виртуальные машины. Теперь мы развиваем тему, посвященную хранилищам. Что такое Azure Storage, диски, блобы, файлы, ну и дальше по списку. А в конце списка это я больше для себя держу, как бы, чтобы напоминать вам о том, что лайки, подписки на мой канал, шаринг серии этих видео в соцсетях, это все вам будет плюс 100-500 в карму. А карма, она штука такая, что всегда-всегда помогает на экзамене. Если у вас есть какие-то добрые дела, вам зачтется. В любом случае, я постараюсь рассказать подробненько и интересно про те вещи, которые касаются всех сервисов и подготовки к экзамену. Да, получается долго. Ну, извините, то есть я не собираюсь, как там посмотрел видео, там три часа видео, ну, в смысле не посмотрел, а поискал три или пять часов видео. Это вся подготовка к экзамену. Ребята, серьезно? Пять часов? Это что, просто вот здесь будет такой-то вопрос, вот здесь будет такой-то вопрос, или просто пересказывание вопросов? Ну, нельзя, нельзя подготовить, дать этот достаточно обширный материал, плюс там же книга еще есть на 900 страниц. Даже если так учесть, 900 страниц книги. А я еще и показываю демки, так что постараюсь быстро, но не очень быстро. Скажем так, вернемся к основным сервисам хранилища в Ажуре. Значит, что у нас есть в Ажуре? В Ажуре есть Storage Account, или, собственно говоря, хранилище Ажур. А дальше поверх него Microsoft построил основные сервисы. Вот вы их видите. Первый из которых это Azure Managed Disk, управляемые диски Ажур. Это, собственно говоря, виртуальные диски, которые монтируются к виртуальным машинам, могут существовать отдельно и тому подобное. На самом деле они представляют из себя blob-объекты, большие бинарные объекты данных, которые хранятся в том самом хранилище Ажур. Почему они и называются управляемыми? Менеджер, вы не занимаетесь этим. Azure сам занимается этим, как расположить блобы и тому подобное. Раньше, когда вы только в первых версиях Ажура создавали виртуальную машину, вам нужно было создать хранилище, создать под нее место и так далее. Теперь в дисках этого нет, и мы поговорим о том, что оно из себя представляет. Еще один очень интересный момент, это то, что называется Azure Files. Опять же, поверх блоба готовые файловые шары SMB over HTTPS. Да, ну или REST API. REST API это все для программеров, а, собственно говоря, для обычных людей это просто шара. То есть, вот представьте себе, что вместо вашей файловой помоечки вы поднимаете в Ажуре просто одним кликом, говорить, я хочу здесь шару. Настраиваете доступы, настраиваете подключение. Все, шара есть с любой точки мира. Люди видят свой там диск Z, например, или диск, ну не знаю, что там, S или PH, ну где хранить немецкое документальное видео. Да, то есть как бы и все. То есть им не надо ни VPN, ничего специального. Они просто подключились, кликнули, подключились, поработали. А плюс поверх Azure Files есть еще то, что называется Azure File Sync, которое позволяет вам синхронизировать. Фактически вариант Distributed File System, DFS репликаций, только между on-premise файловой шарой и вот этим вот Azure Files файловой шарой, которая есть в облаке. Blob Storage, хранилище неструктурированных больших объектов, любых бинарных объектов, какие вы захотите. Закидывается, например, ну в картинке. Вам нужно, это я так, знаете, говорю, а вы внимательно слушайте. Почему? Потому что это, на самом деле, я повторяю, темы вопросов на экзамене. Например, вам нужно создать какое-то хранилище с доступом по HTTPS для статической мультимедиа. Это и есть блобы. То есть вы туда закидываете файлики, у них у всех будет свой URL для подключения. И вперед, и у вас есть соответствующие хранилища данных. А про Azure Tables QI, очереди, да, и таблицы Azure, нерелационные базы данных, так называемые NoSQL базы данных, для того, чтобы хранить какие-то табличные данные, но они не структурированы. У них нет, как у SQL базы данных строгой структуры. Мы поговорим про них. И самое интересное, очереди. Возможность просто положить что-то в очередь, забрать что-то из очереди, положить что-то в очередь, забрать что-то из очереди. То есть такой себе стэк, почти стэк, первый вошел, первый вышел и тому подобное, для обмена сообщениями между приложениями. Про это мы тоже сейчас поговорим. Ну а мы начнем, конечно же, с правильного, с самого главного, что будут спрашивать у вас на экзамене, это выбор службы Azure Storage по сценарию. То есть есть у нас фактически три основные службы. Это Azure Files, Blob, Manager Disks. Azure Files нам нужно просто-напросто закинуть файлики, иметь файловое хранилище, не привязанное никакой виртуальной машине, не привязанное никакой операционной системе, обеспечивающие доступ отовсюду без каких-либо вещей. Это и есть Azure Files. Manager Disks. Это, собственно говоря, диски виртуальных машин. Без виртуальной машины Manager Disks как бы бесполезен, потому что его нужно куда-то пристыковать и, соответственно, обеспечить возможность работы. Ну и Azure Blobs еще раз, как я уже говорил, вон там потоковая передача данных, произвольный доступ, доступ к данным отовсюду, хранить любые данные, Data Lake, хранилище больших данных, про это мы тоже поговорим. в любом случае вот вам ответы на большинство вопросов на экзамене. Я про это еще повторюсь, но эта табличка является, скажем так, краеугольным камнем по выбору хранилищ. Файлики, диски виртуальных машин, мусор, который надо куда-то закинуть. С Manager Disks здесь понемногу всего. Самое главное, что вы должны понимать, соответственно, моменты с отказоустойчивостью у Manager Disks в 99,999, да, это 5 девяток, поскольку Manager Disks хранятся минимум в трех копиях в системе Azure. Таким образом получается, что при падении одного система их снова-снова-снова создает. Еще один интересный вопрос, несмотря на лимиты для виртуальных машин, которые вы будете иметь, мы про это говорили в предыдущем видео, напомню, вот здесь есть линки. Так вот, для Manager Disks лимит дисков это 500 тысяч Manager Disks на регион. То есть, это не значит, что все они, каждая к отдельной виртуальной машине может быть пристыкован, может быть и одна виртуальная машина с большим набором дисков, это опять же определяется размером виртуальной машины, мы про это говорили. Когда вы создаете диски, когда вы создаете виртуальные машины, все это совместимо с Availability Set, с Availability Зонами, мы про это опять же говорили, система автоматически распределяет разные копии дисков по разным зонам и по Availability Set для того, чтобы обеспечить работу. Вы можете загружать виртуальные диски к себе и от себя, нет таких опций в портале, в портале вы не можете закинуть диск в ажур, то есть создать свой виртуальный диск в HD, установить операционную систему, настроить и тому подобное и залить его. Или у вас есть диск с данными и вы хотите его залить. Такого утилиты нет в самом ажуре, но он есть в PowerShell, так что вы сможете запросто до 32 терабайт или T-byte данных залить в системе. Чем терабайты от T-byte отличаются тем, что они используют не 1024, а просто 1000. Таким вот образом можно управлять дисками. Поддержка резервного копирования, Azure Backup полностью совместим с менеджер дисками, таким образом вы запросто можете создавать резервные копии по расписанию, сколько вам нужно. Поддержка до 4-х терабайт дисков. Ну, извините, 32 терабайта не сможет, но 4 терабайта запросто. И еще раз хочу обратить внимание, мы говорим не о бэкапе со стороны виртуальной машины, мы говорим о бэкапе, то есть, что агент установлен внутри операционной системы виртуальной машины, мы говорим о том, что сам диск будет клонирован, забэкаплен Azure без вмешательства в работу операционной системы, так же, как и менеджер диски, поддерживает дополнительные возможности моментальных снимков, то есть, вы говорите, я хочу сейчас сделать, грубо говоря, клон, у вас остается клон на определенное время, и дальше от него уже пляшет следующая версия. Чем это отличается от бэкапа? Тем, что клоны не как бы учитывают возможности приложений, то есть, когда мы что-то делаем, например, в базе данных, незакрытые транзакции и тому подобное, это все попадает в клон вот в таком мусорном, скажем так, не зафиксированном, не закомиченном состоянии, как оно было, то есть, если бы транзакция попала посредине операции, ну, извините, значит, вы эту транзакцию потеряете. Шифрование. Azure поддерживает два режима шифрования. Первое шифрование, это, собственно говоря, самих хранилищ Azure, мы про них говорить сейчас не будем, это вообще отдельная тема другого экзамена, другого курса, но внутри дисков, менеджер дисков, вы можете выбрать режим шифрования, фактически оно будет эмулировать работу TPM-овских модулей и тому подобное, и поддерживать либо BitLocker для Windows, если виртуальная машина Windows, для Linux это будет DMCrypt, и все это будет работать с Azure Key Vault, вот это, кстати, я про этот вопрос забыл в конце в списке вопросов, ну, в общем, типа, вы хотите зашифровать диск виртуальной машины и сохранить ключ, что вам для этого требуется, вам нужно создать отдельный сервис Azure Key Vault, и, хотя это будем еще говорить про Security, где хранятся, собственно говоря, ключи, и управляются ключами шифрования для чего-либо, менеджер диски поддерживают интересный режим кэширования, в ажуровских серверах, физических, находятся также свои отдельные, на самом деле не SSD, а уже NVMe, ну, они тоже SSD, да, то есть, грубо говоря, не SATA-шные, а NVMe-шные диски, которые обеспечивают прямое кэширование на уровне сервера, с одной стороны вы рискуете тем, что если вы кэшируете на запись, а сервак сдохнет, то все ваши кэши останутся на серваке, с другой стороны вы можете достаточно серьезно ускорить операции, не ожидая, поскольку Azure использует Software Defined Storage, то есть определенное хранилище, поскольку Azure использует сеть для хранения или сеть хранения, вам не нужно ожидать окончания операции, пока там хранилище проснется и тому подобное, вы все это можете делать очень быстро благодаря кэшу, кстати, кроме этих локальных дисков у Azure есть и отдельные LS серии машин, у них диски монтированы напрямую в локальные диски машин физических серверов, и очень важно, что вы должны понимать, это цена вопроса, при использовании диска вы оплачиваете объем по кратной величине, что это значит, если вы хотите создать свой размер, но диски в ценовых прайсах описаны 64, 128, 256, 512, то есть вы решили создать 300 гиговый диск, нифига у вас не получится, диск будет распределен как 512 гиговый диск, соответственно, правильно, вы будете платить как за 512, то есть за вот этот промежуточный кусок, поэтому смысла создавать свои размеры дисков, в принципе никакого. Да, это первая часть, и вторая часть цены вопроса, это операции с дисков, если он стандарт options, в стандартных дисках еще учитывается количество операций, в премиум дисков таких операций не считается, поэтому иногда стандартный SSD оказывается по цене сравнимы с премиум SSD, если просто брать премиум и платить за то, что он просто быстрый. Еще одна особенность дисков в виртуальной машине, их несколько, собственно говоря, когда вы создаете виртуальную машину, у вас есть диск операционной системы, он создается в зависимости от размера операционной системы, которую вы выбрали, в виртуальной машине, которую вы выбрали DS2, например, к нему монтируется 128-гиговый диск, это первая часть, всего размер максимального диска составляет до 2 терабайт, пока не прижилось UEFI и все остальные загрузчики, это просто обыкновенный системный диск, загрузочный, как это было раньше в режиме до UEFI, в BIOS, диск данных запросто, это те диски, которые вы сами создаете, монтируются как скази, могут занимать до 64-гигабайт, почему здесь 32-гигабайт, потому что это стандартный размер базовых дисков, не стандартных, а именно базовых, и сейчас есть еще у Azure ультра-диски, они до 64-гигабайт, если я не ошибаюсь, гигабайт, и временный диск, то, о чем я говорил, локальное кэширование, и кроме локального кэширования, еще на вот этих же SSD-шниках выделяется немного места под свой собственный диск, это значит, что у каждой виртуалки, у каждого размера виртуалки, есть указание, сколько будет кэша, этот кэш используется не для вас, хотя вы тоже его можете использовать по большому счету, но вы главное должны понимать, что он будет пропадать при останове машины, то есть если вы ее делоцировали, диск пропал, машина перегрузилась, диск пропал, да, то есть как бы все остальное это может быть потеряно, туда монтируются различные вещи, связанные например, с swap файлом, файлом подкачки и прочими темповыми файликами и так далее, вы его тоже можете использовать для своих темповых файликов, но почему бы и нет, раз есть и быстрый и быстрее чем другие диски, ну будет мешать немного свопу, если вы потерпите, то окей, D-диск Windows или Dev SDB у Linux, да, поехали дальше и собственно говоря, как я уже говорил, то, что у Azure разные типы для разных сценариев есть свои диски, есть ультра-диски, они только появились недавно, их характеристики можете увидеть до двух меби-байт, да, гиби-байт, меби-байты, попридумывали до двух тысяч мегабайт, будем поговорить, продолжать в секунду, но помните, что это тысячи, да, а не тысяча двадцать четыре, до двух тысяч, до двух гиби-байт, мегабайты, гигабайт, гиби-байт в секунду скорость диска, пропускная, очень хорошая скорость, у меня на лэптопчике локальный NVMe, так работает на новом предаторе, кто не видел, до тысячи, 160 тысяч IOPS в секунду, это тоже очень хорошо, и этот ультрадиск базируется на SSD, и как вы видите, предназначен для баз данных, которые очень и очень сильно фигачат, сейчас саб переходит полностью на хану, это вот там, да, плюс сиквел, плюс оракл, в основном виртуалочки, если вам это требуется, потом у нас идет премиум, о котором я говорил, и стандарт, SSD-шные премиумные, это SSD-шки, это рабочая среда, которая требует высокой производительности дисков, до 900 мибибайт в секунду, хорошая скорость, опять же, тестировал сандиск внешний, у него 550, или вот у меня, например, в моем GPD-WIN втором диск SSD-шник, не NVMe-шник, к сожалению, а SATA-шник, он обеспечивает работу правильно, до 400 мегабайт в секунду, ну, то есть, ажур в два раза быстрее, и IOPS, опять же, да, то есть, это Microsoft такие познавательные IOPS приводят, но, в принципе, 20 тысяч очень даже неплохо, стандартные, опять же, смотрим, для чего они нужны, стандартные SSD-шники, за них, кстати, надо платить еще за операции, и это веб-серверы, корпоративные приложения, и прочее, 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 и HDD, стандартные резервные копирования, не критически важный и не частый доступ, я все виртуалки для того, чтобы скостить цену, создаю в стандартном режиме, вот те 500 мегабайт, о которых я только что говорил, то есть, у меня, то есть, что вы понимали, да, у меня сейчас SSD-шник на ноуте медленнее, 2000, ну, айопсов, конечно, это медленно, айопсы, здесь как раз больше, чем пропускная способность самой системы, в любом случае, вот эта колоночка, это ответы на ваши вопросы по экзамену, ну, и здесь должна быть демка, давайте посмотрим, что у нас есть, у меня здесь есть Azure, у меня здесь есть виртуальные машины, где-то мои, у меня тут, видите, даже есть уже Azure Arc, Arc, виртуальные машины, какая-то машина, одна, если вы на нее посмотрите, то можете увидеть тот самый диск, вот они, диски, увидел иконку, вспомнил, да, обещал сделать с иконками, но как-то оно медленно идет, дисковые сеттинги, поэтому обленился, хотя иконка дисков красивая, дисковые настройки, разрешить ультрадиски, у меня ультрадиски не работают сейчас в той локейшене, где находится машина, они находятся в Эмиратах, машина ее нет, как вы видите размер, как вы видите стандарт HDD, энкрипшен не включен, вот кеширование, включено ReadWrite на локальном диске системы, здесь вы можете посмотреть свойства, что происходило, он выключен, статус зарезервирован и так далее, можно сейчас сделать тот самый снипок, он будет моментальным, таким образом мы можем переключать, снимки очень удобны для того, чтобы перед тем, как например накатить обновления какие-нибудь или сделать изменения конфигурации, сделали снимок, потом можно откатиться, вот так вот, нажали кнопочку плюс, оно сейчас подумает, спросит, куда это все сложить, какой аккаунт нам требуется, ну тот же HDD, имя и так далее, теги и снэпшот будет готов, все очень просто, сказки обман, конфигурации, стандартный, стандартный SSD или премиум, вот оно здесь, как вы видите, ожидаемая производительность, кстати, опять же, максимальная производительность, о которой я говорил, чем она отличается, в зависимости от размера диска, который вы выбираете, как вы видите, меняются параметры, то есть, чем больше диск вы заказываете, тем круче у вас показатели производительности, 65 тысяч, 65 тысяч, ага, это операционная система, да, не может быть больше 2.048, вот, получим 7000 IOPS, 250 мегабайт системы, ну, логично, Microsoft старается заработать на вас деньги, стандарт SSD, 60 мегабайт в секунду, 500 IOPS, и стандарт HDD, такой же, менять не будем, здесь есть еще один интересный момент, это диск экспорт, обратите внимание, он генерирует URL, на час, за время которое вы должны скачать, это диск, для того, чтобы забрать нужные вам вещи к себе, свойства диска, тут ничего, прямой путь к диску, вдруг кому понадобится, и тому подобное, так что, это один диск, с другой стороны, новые диски создаются, опять же, простым кликом, оно монтируется, как я уже говорил, с iSCSI, выбираем, какой диск у нас есть, выбираем режим кеширования, например, read, write, и говорим, что хотим создать новый диск, новый диск, поскольку мы его монтируем к нашей дорогой, любимой машинке, сразу, как вы видите, соответствующий локейшн, соответствующая зона, ничего этого нет, my demo data disk 01, они тут, видите, страются уникальными, что это будет из восстановления snapshot или storage block, о котором я говорил, ничего этого не будет, то есть, можно еще использовать, я, кстати, упустил этот момент, snapshot для восстановления на другой диск, то есть, сделали snapshot, а потом с него клепаем новые диски для работы, не будем ничего не вынавливать, голый диск, и, собственно говоря, size и тип, вот вы видите премиумы и, соответственно, когда вы получите заявленную скорость, к сожалению, ultimate мы не увидим, ультразиски и стандартный HDD, при 32 гигабайтах вы получите вот те самые 200 и 500, 2500, а SSD-шку чуть-чуть лучше, ну, понятно, размер диска, а, вот, да, вот здесь вот он поясняется, вдруг вам понадобится, все, клик, диск будет создан, мы получим, что нам надо, нужен ли нам диск, ну, давайте создадим, полиняем на 32, например, гигабайта, у меня 127 гигабайт, 32 гигабайта, можно и создать, какой-нибудь медленненький диск, в реальности, что происходит в реальности сейчас, сейчас в реальности берется storage, где находятся диски, вы этот storage не видите, и, соответственно, конфигурируется как надо, пусть создается, потом мы сможем, а, он еще не создается, он только валидируется, правильные параметры, ли мы указали, все ли подходит, будет ли оно работать, да, и теперь у нас, как вы видите, появился новый диск, кэширование, кэширование, конечно, хочу, все кэширование хочу, записываем, можно еще обратите внимание, заэнкриптить, или переключить операционную систему на другой диск, например, у вас есть либо какой-то снэпшот, либо отдельно лежащий системный диск, все, обновили виртуальную машину, это было использование дисков, теперь про Azure Files, с Azure Files все очень интересно, и все очень классно, еще раз, Azure Files это общие файловые шары, они существуют в ажур без файлового сервера, на самом деле он там есть, вы же не верите, что когда вам говорят serverless функции, серверов нет, все равно оно где-то выполняется, в общем, в любом случае, это файловая шара без сервера, который вам нужно управлять, она есть, но без вас, то есть вы сами по себе говорите, что просто хочу шару, настраивайте ее параметры, и погнали, да, то есть как бы поддерживается протокол SMB 2.1, поддерживается 3.0 без каких-либо проблем, да, соответственно, тут пишут про полную управляемость, ну да, вам не нужно ничего устанавливать, ничего менять и так далее, о защите беспокоится Microsoft и тому подобное, какие сценарии, какие средства можете использовать, PowerShell, Klee, для того, чтобы создавать, подключать и тому подобное, устойчивость, опять же, не надо работать, программирование, если у вас кто-то пишет до сих пор код на API файлового ввода-вывода, файловые шары будут его поддерживать, если кто-то уже пишет код на REST API и новых возможностях облака, соответственно, для всех существующих основных языков программирования и средств программирования есть соответствующие API, соответствующие библиотеки, погнали писать. Интересным моментом является защита от сбоев. Azure Files создается в рамках Storage, но этот Storage может быть либо Locally Redundant Storage, либо Zone Redundant, либо Geo Redundant, либо Geo Zone Redundant. Четыре варианта, если мы говорим о стандартном хранилище, два варианта, если мы говорим о премиум хранилище, никаких Read Access дополнительных в Storage не поддержится, если вы хотите разместить файловые шары в ажуре. Это первая часть. Вторая часть, опять же, сценарии использования, сценарии применения. первая это замена или дополнение локальных серверов файловых. Очень просто. Все Windows, Linux, MacOS, это для них всего лишь шара. Вы получаете строку подключения, вы получаете команду подключения, вы получаете ключ подключения и погнали. Перенос приложений, вам нужно переместить ваше приложение в виде виртуальных систем в режиме Lift and Shift, подняли и перенесли, но при этом ваши файловые объемы не позволяют вам это сделать, либо сложность самой архитектуры, потому что она там построена на каком-нибудь нетапе и прочем, прочем, прочем. В принципе, в ажуре есть и нетап Virtual Appliance, но вы хотите просто файловые шары, почему бы и нет, взяли, перенесли. Разработка, как вы видите, общие файлы конфигурации, если требуется, самый простой вариант положить на общую шару. Диагностика, куда будут скидываться все проблемы, тоже на общую шару. Для разработки, тестирования, отладки, все инструментарии, тоже на общую шару, это и есть Azure Files. Теперь мы поговорим о создании общих файл, папок в Azure, через портал, потому что есть еще через PowerShell и через Azure Clay и тому подобное. А теперь внимательно следите за руками. Как я уже говорил, все опирается на Azure Storage. Если мы говорим об Azure Storage, о менеджер-дисках в ажуре, Azure Storage для них создается невидимо для вас и вы не заморачиваетесь. То есть Microsoft для вас это делает сам по себе. Вот, кстати, виртуальная машинка Azure Arc. Можем глянуть, что она там у нас. Кто хотел про Arc, вот, краткое, небольшое отступление. Все. Видите? Все. О, а как это она? У меня что, сервак упал домашний? Да, оффлайн. Или отключился? Или упал? Вот это да. Вот это новость. Надо посмотреть, что будет. В любом случае, здесь вы сейчас можете посмотреть на соответствие политикам, свойства, логи, которые и так были. Вот, соответствие комплайнса мажора, можно назначить свои полиси и тому подобное. Никакого другого управления, типа удаленного подключения или того, чтобы предлагает Windows Admin Center хоть в самом минимальном варианте, здесь пока нет вообще. Ладно, не важно. Важно то, что для того, чтобы показать файл, блобы, тейблы и тому подобное, нам нужно создать Azure Storage Account. Так и пишем. Storage Account. Вот он у нас. мы его должны создать. Для того, чтобы его создать, надо знать некоторые вещи, а вы их уже знаете. Первая, то есть ресурсная группа, понятно, az900 demo storage 01. Обратите внимание, а, только маленькие буквы, да, оно подсказывает вам, что не так. Центральная Индия, нет, не хотим, мы хотим, я вот не помню, давайте, West 2. Производительность, либо стандартная, либо премиумная, отвлечается, опять же, реально количество майопсов для вашей файловой шары. Storage, если мы хотим использовать для файловых операций, они должны быть V2, и вот здесь тот момент, на который мы попадаем, то есть, если вы хотите использовать файловые шары, вы должны знать, какой из типов репликации выбирать, ну, давайте самый простой, local, я сейчас объясню, почему, уровень, есть холодные и есть горячие, зависит, опять же, производительность, зависит скорость отзыва и тому подобное, мы поговорим про это отдельно, когда будем говорить, на самом деле, про блобы, в принципе, как это, возьмите за данные, что оно есть, куда мы это все будем публиковать, публиковать во все сети, то есть, в принципе, это тот самый как раз вариант, когда нам нужно, чтобы все были доступны и прочее, 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 и обратите внимание, Secure Transfer Required будет по SSL, то есть, еще раз, доступ к SMB выполняется по SMB 2.1 и 3.0 через HTTPS, если HTTPS клиент не принимает, его отстреливают, Azure Files, почему я выбрал West USA, почему я выбрал Local Redundant Storage, потому что большие файлы, которые больше 5 терабайт на клиента, поддерживаются, большие файловые шары, поддерживаются только в варианте, когда есть Local, либо зона, и только в определенных дата-центрах, в Ажуре, в вопросах по Ажуру сейчас в экзамене нет этого момента, ну, просто на будущее знать, хотим ли мы Data Protection выполнять, хотим ли мы Data Lake, это не относится к файловым шарам, дальше теги и дальше создаем. мы создавать сейчас не будем, хотя бы потому, что это займет определенное время, а мы будем пользоваться уже созданным Storage аккаунтом, вот он созданный, и тут есть интересный момент, который называется файловые шары, создаем файловую шару, что сегодня медленоватисто, говорим, что мы ее хотим добавить, размер игр эссейч, квота 5000, игр эссейч, эссей, демо сторич аккаунт demo01, create, все, у нас есть файловая шара, теперь самое главное, как к ней подключиться, файлов, как вы видите, у нее нет, бэкапа пока не настроено, снэпшотов пока не настроены, директории можете добавлять, квоты менять и тому подобное, подключение, для того, чтобы подключиться, вам необходимо выполнить вот такую команду, здесь вы видите ключи, можете посмотреть на эти ключи, я все равно эту шару удалю, но в данном случае вот это вам и нужно выполнить. Теперь самый главный вопрос, который вы хотите задать, а юзеры, каким образом потом права доступа распределяется на юзеров в Azure это не относится к вопросам на экзамене, но что вы понимали, Azure файловые шары поддерживают то, что называется Azure Active Directory Domain Services, это не то, что Azure Active Directory, Azure Active Directory Domain Services, это эмулятор контроллера домена внутри Azure без контроллера домена, правильно, то есть уже не надо создавать, то есть фактически он берет данные из Azure Active Directory, которая синхронизирована с вашим on-premise, например, инфраструктурой и дальше подсовывает вот как directory сервис системе файловых шар. Когда пользователь аутентифицируется, он аутентифицируется через Azure Active Directory, которое является, собственно говоря, трастовым identity для Azure Active Directory Domain Services, с другой стороны Domain Services предоставляет те самые стандартные API-интерфейсы для файловых шар, как есть, и пользователей можно аутентифицировать. Сложненько, да, но с другой стороны тогда мы получаем возможность через облако все это аутентифицировать. Если этого не сделано для файловой шары, ну, извините, правильно, да, вы ничего не сможете, только аутентификация вот таким вот образом, то есть пользователи все будут иметь равные права на подключение. Аналогично для Linux с ключами и всем остальным. Вот вы видите равные права, вот так выглядят равные права для всех в нормальном обществе. И дальше для MacOS. Все очень просто, сказки обман, опять же, как вы видите, монтируется SMBFS. Просто, да, это и были, собственно говоря, файловые шары. Что еще здесь можно увидеть? Ну, тут масса настроек, мы не будем вдаваться, там, подключить Azure Search, подключить Firewall, Advanced Security, все это как раз уже отдельная тема для вопросов. Сред Protection, вот вы их тут видите, Encryption, в общем, копать отсюда и до обеда. Вообще, это целый огромный пласт, который задают, на котором задают вопросы на экзамене по администрированию. Вроде посмотрели, вроде понятно, надо, наверное, ускоряться, потому что достаточно много уже говорю, и мы переходим к Azure Blob Storage. Идея Blob мусорник, ну, по-другому его просто не назовешь, да, вы просто берете большие объекты бинарные и складываете их с прямым доступом из интернета. Для чего? Опять же, изображение, документы прямо из браузера, потому что у каждого из них есть свой URL, вперед. Файлы. Накидали файлов, они будут доступны. То есть нужно вам это дело, положили файлик, забрали его. Я, блобы, ну, не я, вообще у нас в отделе блобы активно используются для того, чтобы работать с DSC Desire State Configuration, все необходимые утилитки, дополнительные какие-то конфигурации, дополнительные мусорные файлики клиентских веб-сайтов и тому подобное. Все лежит в блобах, оно скриптом-то подтягивается из DSC до доунлодится и устанавливается, развертывается и тому подобное. Потоковая передача аудио и видео, если вы туда закачаете аудио, будет вам музыка или будет вам видео прямо из ажура. Ну, вы за это заплатите, конечно. Запись файла в журнала тоже очень просто. Все это работает, хранение резервных копий, в общем, все, чтобы вы понимали, все является на самом деле в диске самого ажура и тому подобное. Это все является блобами. И дальше откуда угодно можете получать доступ. Плюс, обратите внимание, хранилище Azure для блобов предоставляет три режима. Горячие данные, то есть те, которые мы сейчас используем. Холодное хранилище. Это оптимизация данных, которые редко используются и хранятся не менее 30 дней. То есть оно потихонечку их перемещает на более-более медленные диски. Архив это то, что вам не нужно. Сейчас вы к нему не обращаетесь и так далее. задержка восстановления из архива может занимать очень длительное время. То есть вы запрашиваете файл, получаете к нему доступ. Ну и вот можете посмотреть на уровне учетной записи. Можно задать только горячий или холодный. Архив не создается для учетной записи. Вы выбираете сами. Для самих блобов, для объектов можно выбрать уровень горячий, холодный и так далее. данные на низком уровне доступа могут допускать меньшую доступность, чем указано по SLA. Ну понятно, потому что вы 99,99 это в случае, если это холодное, если это горячее, если это холодное, у них не будет 99, если это архив, у него будет 95. и архивные хранилища хранят данные в автономном режиме, для того, чтобы вы могли туда закидывать, закидывать и закидывать, опять же, почему очень неплохо переходить в ажур, потому что такое дисковое хранилище позволит себе еще и умное, вы вряд ли сможете. Это что касается блобов. Что касается таблиц, таблицы Azure Table Storage, это отдельная штука, которая позволяет хранить не структурированные табличные данные, так называемые NoSQL, нерелационные, то есть они не связаны между собой, просто нам нужно хранить какие-то таблички. Идея, опять же, Azure Table состоит в том, что она отличается делится на хранилище, в нем вы создаете таблицу, внутри таблицы создаете entity, сущность. Это просто кусок данных с каким-то набором свойств. Вот он, да, у каждого данной может быть до 252 свойств для хранения данных. Всего это все равно должно уместиться в 1 мегабайт. Как хотите. То есть по 4 байта у вас будут эти данные или там 10 свойств. То есть допустим имя, отчество, телефон и тому подобное. Кому-то не надо телефон, у кого-то нет отчества, кому-то надо дополнительные какие-то свойства и тому подобное, что не соответствует реляционной базе данных с фиксированными структурами и тому подобное. здесь в таблицах это все есть. Кому нужно это дело, в основном разработчикам вам оно на самом-то деле особо и не надо. Зато надо знать, например, что размер сущности 1 мегабайт, 252 свойства. Посмотрите. и самое интересное это очереди. Очередь просто хранилище, куда вы ставите блок 64 килобайта. Что это за блок? Все что угодно. Любой мусор. Просто кидаете и говорите хранить с под каким-то определенным именем самой очереди. Взяли оттуда следующий, 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 очередь может хранить ссылка до конца июля 2017 года. Очередь хранила только неделю сообщения. После конца июля можно указать минус один, то есть срок хранения службы не ограничен, хранение сообщения не ограничен, либо же правильно, либо же поставить какое-то бешеное количество дней, для хранения. Зачем это нужно? Для создания приложений, которые обмениваются между собой данными, поставил в очередь и все. Когда это приложение проснется, когда оно прочитает, меня не волнует. Другой сценарий, и это есть вопросы на экзамене, это повышение SLA. В данном случае вы видите вариант web application, который работает или пишет что-то, в данном случае пишет в базу данных. Если посмотреть вот эту связку, производитель вероятностью отказа будет 99.95 умножено на 99.99 и разделенное соответственно на 10 тысяч мы получим 99.94 потеряем производительности вероятность общего отказа. С другой стороны здесь будет отказ еще больше, а нам нужно сохранить этот отказ. Так вот получается если мы научим приложение в случае катастрофы с сиквелом писать какую-то очередь откуда потом будут извлечены данные и тому подобное почему бы не создать такое решение это еще один пример применения очереди для работы ну и здесь я должен вам показать демо которая касается опять же блоба то есть все это что вы понимали один и тот же блоб блоб storage аккаунт внутри storage аккаунта есть контейнеры это те самые блобы в контейнерах вы создаете собственно говоря папочки ну и есть контейнеры например игр sh01 указываете доступность только приватные сообщения то есть пользователь должно аутентифицироваться доступ к блобам но не видно контейнера доступ контейнером если вы хотите то есть доступ только к блобам анонимно то есть если вы знаете как обратиться к чему там внутри сохраняющемуся то пожалуйста я могу создать внутри каждого контейнера какие-то свои хранилища например оплот чего-либо чего мы зальем туда даже не знаю видео Таня видео будет слишком жестоко будет во-первых и по объему много а что у меня там в камтазе есть какое-нибудь маленькое о сам файл окей я заливаю опять же аутентификация если этого требуется режим блоба будет ли блоб пейдж дополненный блоб и тому подобное размер блоков блоба хранилище как вы видите ход кул или аркаев дополнительный фолдер если этого требуется заливаем все то есть оно меня не спрашивало нужно оно мне не нужно взяло и залило и теперь мы с этим блобом можем играться как вам хочется редактировать его просматривать его выгружать его смотреть на его свойства делать снипшотики менять уровень да то есть и удалять ну то есть что душа собственно говоря пожелает в данном случае вы видите свойства и самое главное это непосредственно прямой доступ к данному блобу если я его сейчас урлик подкину как вы видите имя блоб корр контейнер имя файлика и файлик приехал ко мне в даунлоуд все очень просто сказки обман таким образом для работы в таких системах все очень запросто может быть настроено на хранилищах там вебовских и так далее как я уже говорил если вы зальете туда какие-то видеофайлики видеофайлики тоже будут крутиться у меня по-моему видеофайликов то и нет маленьких я имею ввиду тоже будут крутиться так же как и картинки так же как и многое многое другое 3 мегабайта но опять же это камтазиевский файлик хотя давайте камтази мне чтоб слетела запись нет не будем а в любом случае у меня здесь залит уже файл картинки опять же если мы воспользуемся этим файликом просто увидим картинку заставку с предыдущего видео кстати десяточка уже одиннадцатый потихонечку перевалило это были блобы зачем можно использовать в проприетарных скажем так цели для того чтобы хранить какие-то свои заначки для развертывания инфраструктур для утилит и тому подобное так же подходит как и файловые шары для девелоперов здесь полное раздолье так же как и для веб-разработчиков далее а что уже показывать ну тут уже и не покажешь что таблицы и очереди таблица опять же базируется на просто названии вы создаете свою таблицу таблицей 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 бле да пожалуйста создал таблицу что в ней будет я никакой структуры ее не определял ничего не делал мне нужно только определить access полиси редактировать саму таблицу я не могу почему ну потому что не барское это дело для этого есть соответствующие люди ну тут вот премиум тейбл экспириенс для космо деби это уже отдельная история а далее последняя часть это очереди также мы определяем очередь а дальше кстати очереди если я не ошибаюсь никогда им не пользовался в консольке очереди могут быть и через портал заполнены май демо куи 01 окей о я же сказал что можно туда что-то поставить вот вам пожалуйста месседж вы можете написать это может быть как я уже говорил просто бинарный мусор и тому подобное тест 01 name игр data вот такая вот все как вы видите сообщение в очереди мы на нее кликнули посмотрели сообщение дата удаление и тому подобное кстати не показал для работы с системой хотим удалить удалили первую все работает еще раз идея очередей состоит в том чтобы обеспечить возможность приложением обмениваться данными такой вот небольшой экскурс в более такие базовые вещи и теперь собственно говоря примеры вопросов на экзамене о которых я постоянно говорил а именно это выбор службы хранения согласно сценарию например вам необходимо обеспечить обмен ключевого слоя тут файлами файлами между разными приложениями на разных виртуальных машинах с разными ос это что файлы файловая система разные приложения это у нас правильно мы обмениваемся файлами это у нас файловые шары или Azure файл обеспечить обмен данными между приложениями это правильно вариант ну они могут быть разные это я что сделал а это я просто кликнул они могут быть разные но самый подходящий вариант это как раз очередь мы поставили очередь другое приложение забрало обеспечить более высокий SLA опять же очередь я специально привел пример это вообще на самом деле пример из майкрософтовского рекомендуемого шаблона паттерна для разработки высокоотказоустойчивых приложений обеспечить хранение NoSQL данных таблички хранилище для статических мультимедийных данных блобы это понятно да далее хитрые вопросы типа на какой диск нельзя записывать пользовательские данные на какой правильно возвращаемся к теме разговора о том что у диска есть типы свои данных один из которых является данными другой операционной системы а третий временным если вы запишите пользовательские данные на временный диск Microsoft за них не отвечает выбор типа VM для различных типов данных помните стандарт HDD стандарт SSD премиум SSD и дальше смотрим для премиум быстрые данные для стандарт на более или менее нагруженные для HDD архивы ненагруженные системы и так далее как уструкорить работу диска виртуальной машины что задумались как поменять размер диска как только вы меняете размер диска у него добавляется производительность больше платите больше производительность второй вариант включить кэширование дисков это тоже ускоряет работы на чтение запись а дальше уже смотрите вам нужно увеличить количество айопсов либо просто абстрактно ускорить поэтому вопрос я попал в раздел хитрых размер сущности и количество свойств в ней сколько сущность nttu таблички вспоминайте размер ее до 1 мегабайта а свойств у нее до 252 и размер сообщения и время жизни сообщения бесконечное время жизни если вы не указали минус 1 явно или не явно будет 7 дней по умолчанию 64 килобайта в сообщении что вы туда впишите это уже ваше дело или больше разработчика да и в следующем видео еще раз напомню что серия вся доступна здесь это базовые сервисы Azure виртуальные сети и базовые сетевые сервисы в Azure посмотрите что это такое что из себя представляет виртуальная сеть какие вопросы по виртуальным сетям какие вопросы по базовым сервисам да будет тоже длинно как и получилось с этим ну а что делать такой вот момент есть да и напомню что вот линк вот линк это все внизу в описании к видео есть покликать сейчас пойдет в конце видео всплывающего в конце такими карточками всплывающих аннотациях вот здесь буковка и у вас горит все это кликайте смотрите а я буду прощаться спасибо что смотрели подписывайтесь ставьте лайки не забывайте благодарить автора не забывайте шарить видео я вот думаю может какой-нибудь фандрайзинг себе открыть на кофе типа посмотрел хочешь поддержать автора скинул на кофе бабло чтобы мне было удобно писать 11 видео каждое из них минимум по 30 минут а то и по часу это считайте 11 часов а подготовить а сделать презентацию а записать а бы отконвертировать а заплатить за электричество все это на голом почти энтузиазме просто из любви к вам людишкам ну неплохо можно было бы фандрайзинг добавить кликнуть поделиться с автором надо будет спросить у сети какой фандрайзинг интереснее всего и потом следующие серии только пускать по фандрайзингу не добрали следующей серии не будет будет только отдельно выбранным людям ладно пока шучу но как известно в любой шутке только доля шутки а поэтому прощаюсь всем удачи счастливо пока готовьтесь к экзамену увидимся субтитры субтитры